На библейский портал Оксгет поступил вопрос, как лучше молиться дома, вслух или про себя? Во-первых, апостол Павел нам говорит, что нужно молиться непрестанно. Он не говорил молиться дома или молиться в храме. Непрестанность молитвы является критерием оценки человека в процессе общения с Богом. Поэтому непрестанность молитвы – это первоочередная задача. А уж как молиться? Бывают разные формы молитвы. Бывает форма молитвы, когда человек произносит слух, когда он ее слушает. В храме же тоже молятся, но основная часть молитв произносится либо священником, либо клиросом подпевается. Но внутри человека существует процесс отношения с Богом, который является молитвой. Я думаю, что здесь надо оценивать ситуацию каждую отдельно. Если вы проспали до 10 часов утра, вскочили и в уже бодрствующую семью ворветесь своими утренними молитвами, вы никого не обрадуете. Если вы встали утречком часов в пять, в шесть, то своими громкими молитвами тоже никого не обрадуете. Поэтому надо подумать хорошенько. Если вы встали вместе со всей семьей и у вас есть традиция молиться, то, конечно, лучше вслух. Ну, каждую ситуацию надо отдельно рассматривать и подумать. Не получится ли, как в том добром стихотворении, когда нужно причинять человекам добро и показывать всем, что вы здесь православны своими молитвами и возлиянием к Богу. Ведь молитва слуха — это еще не факт, что это молитва. Читать текст и молиться — это не одно и то же. А в каком виде это происходит, если это есть, то это, по-моему, уже не имеет никакого значения. Аминь. Аминь.